Мне всё ясно. Можете ли вы сказать так в свою жизнь? Вот мне всё ясно. Именно это говорят люди в конце сессии, когда я провожу. Приходят они с состоянием, мне ничего не ясно, мне непонятно, я не знаю, что делать, я не понимаю, что дальше делать, я не понимаю, куда идти. И уходит с моего кабинета или с онлайн, с это слово. Мне всё ясно. Теперь я знаю, что мне делать, теперь я понимаю, что мне делать. Теперь я чётко и ясно понимаю, что делать. Именно такие утренние разборы мы делаем с людьми. Обычно люди ко мне приходят или утром, или вечером, редко, когда днём, потому что люди работают, или суббота, воскресенье. Итак, именно из этой фразы и будем выстраивать все остальные процессы. Я даже задумалась о том, что именно так я назову свой тренинговый центр. Итак, что такое «мне всё ясно»? Обычно эта фраза у нас несёт негативный аспект. Когда, например, мужчина что-то сказал жене, и жена говорит, «Мне теперь всё ясно, ты козёл». Ну, такого плана, да? Или «ты там дурак, я всегда знала, что ты дурак». Или такого плана. Но слово «мне всё ясно», оно как раз таки исходит из того, что наше сознание, когда мы ясно понимаем, что нам делать, и мы понимаем, что то, что мы сделаем, будет эффективным, тогда мы не будем тратить свою энергию. Поэтому вот утро началось, прямо сейчас раннее утро, и вы можете задать себе вопрос, как я могу более эффективно и продуктивно провести свой день. Итак, что такое «мне всё ясно»? Ну, давайте вот на примере, так как я всё-таки человек практики, а не теории, расскажу на примере. Вчера, например, у меня был мужчина, которого послал ко мне его начальник. Я работаю с работодателями, и они нанимают меня, чтобы я работала с их коллективом. И вот это один из мужчин, которого послал работодатель. И вот он приходит и говорит, «А я не знаю, вот мне Александр сказал, вот к вам прийти. А с каким запросом? Не знаю. Вот задача одна – узнать, какая проблема у человека, чтобы он её озвучил. Затем мы проблему превращаем в цель, и цель превращаем в сознательный запрос. Итак, я спросила, а в чём ваша проблема? Он говорит, ну, таких особых проблем есть, насущные задачи есть, но проблем особых нет. В итоге в разговоре мы выясняем, что на самом деле проблем у него очень много. Почему? Потому что, смотрите, задачи, они выглядят как легко. Я делаю шаг один, делаю шаг два, я делаю их, делаю з, и получаю их, икс, 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 и получаю з. Но если что-то тяжёлое, это говорит о том, что это ещё не выведено в задачу. Это проблема. И вот он говорит, задачи. Ну, говорит, это не тяжёлые, тягомотные, говорит, требуют много усилий, говорит, я их пока поставил на паузу. И вот когда мы с ним разобрались, разобрались с многими аспектами, оказалось, что это не задача, это именно проблема, потому что именно проблема выглядит как тяжёлое, неясное, непонятное, далёкое, невидное и всё остальное. И вот его проблема заключается в том, что он живёт в Киеве, а семья живёт где-то, не спрашивала где, неважно. И вот его цель в течение полугода перевести сюда семью. Когда мы с ним перевели это как задачу, я перевожу, как выглядит сознательный запрос. Сознательный запрос выглядит, как будто это уже произошло. Я перевёл уже семью в Киев, что смущает. И тут выяснилось, что оказывается для этого надо ребёнка в садик устроить, старшую в школу отправить, жене найти работу, ну и так далее. То есть очень много подзадач вытекает из вот этой задачи. Поэтому он себе поставил такое намерение. Через полгода, где-то туда я закидываю, вот это я сделаю. Когда мы с ним разобрали и разложили по полочкам, оказалось, что он может семью забрать прямо сейчас. Уже вот чуть ли не с понедельника забрать семью. Оказывается, у него уже есть все ресурсы для этого. Оказывается, и садик под домом, и школа, ну там, где он снимает. И он снимает квартиру, которой достаточно. То есть смотрите, когда человеку всё ясно, он говорит, «А, так слушай, у меня же и вот это есть, и вот этот ресурс есть, и вот этот ресурс есть, и вот этот ресурс есть. Ага, значит, мне надо знать вот это, узнать вот это. Значит, мне надо зайти в садик, узнать там, т.д. какие документы, надо зайти в школу, мне надо позвонить хозяйке, у которой я арендую, сказать, что со мной еще будет жить жена и двое детей, или если она не согласится снять подобную квартиру, но уже для семьи. То есть раскладываются задачи, и вот эти задачи, они ограничены определенным временем. То есть мы с ним договорились, что уже к следующей встрече через неделю он приходит ко мне с выполненным вот этим, с вот этим, с вот этим, вот этим. Зайти в садик, там договориться, т-т-т, там узнать документы, отослать их жене, чтобы жена их подготовила, переслать сюда, договориться по поводу младшего. Потом то же самое, там т-т-т-т, зайти в школу, узнать какие документы, там переслать жене, чтобы жена там сделала, чтобы она переслала, чтобы договориться по поводу старшей, чтобы она уже пошла 1 сентября в школу здесь, позвонить хозяйке, договориться, поговорить с ней, если она разрешает, если она не разрешает. И появляется четкий план. Через неделю он уже ко мне приходит с четким, выполненными задачами, которые мы с ним разложили. И уже через неделю он приходит с тем, чтобы мы накидали следующий план задач на следующую неделю. И уже, вот он говорит, через две недели, если это вот этот пункт, вот этот пункт и вот этот пункт я доделаю, то уже 1 августа, если там хозяйка разрешает, например, в этой квартире, если хозяйка не разрешает, там еще беру две недели, пока следующую квартиру не найду, и уже, говорит, вот с 1 сентября уже я могу точно знать, что я уверена, что семья переезжает сюда, и они со мной, я не буду переживать, что они в другом городе, и я не вижу детей там по три месяца. И в итоге мы разложили, и вот он уходил, и он сказал, мне все стало ясно, мне все стало понятно, теперь мне ясно, что мне делать. То есть пришел он ко мне без проблем, как он говорит, мне Александр прислал, говорит, даже не знаю, что вам сказать, проблем особых нет. Но уходил он с яркой улыбкой на лице и говорит, теперь мне все ясно, и говорит, теперь я уже вижу план, как к 1 августа перевести сегодня, вот у нас какое, 21 число, как к 1 августа перевести семью, в крайнем случае к 1 сентябрю, чтобы уже ребенок пошел 1 сентября в школу. Итак, вот это все ясно. Как его сделать? В первую очередь надо обязательно, как мы говорим постоянно, и с проблемой превращать проблему в цель, и цель превращать в задачу. То есть для этого нужно озвучить, в чем моя проблема на сегодняшний день. Пока вы находитесь в нересурсном состоянии, что такое нересурсное? Это состояние депрессии, опущенных рук. То есть вы таким образом свой ум используете непродуктивно. Наша задача – начать использовать свой разум очень продуктивно. Поэтому первый вопрос, который надо начать – как мне сегодня стать более продуктивным? Первое всегда, с чего начинается, – это ресурсное состояние. Хорошее ресурсное состояние – все получается. Плохое ресурсное – вы даже вспомните свою жизнь, что когда вы были в состоянии потока, в состоянии такого возвышенности, у вас как-то все пазлами решалось. То есть только вы выходили в состояние хоть чуть-чуть низких вибраций, все не ладилось. Поэтому сначала, в первую очередь, самая основная проблема – это нересурсное состояние. Как мы ее удаляем? Через физику. Что для этого надо делать? Как минимум 2 часа в день утром вставать пораньше. Мы прямо с группой встаем в 6 утра, и у нас уже такой есть план – лимфатический массаж, в первую очередь. Второе – идем в душ. Через душ прямо выдыхаем весь негатив, вымываем. Потом идем каждый на пробежку, хотя бы на полчаса. Если не на пробежку, то на быстрый ход, чтобы через физику это выгнать. Потом приходите, еще делаем специальные дыхательные упражнения. Все, вот мы пришли в состояние ресурса, мы пришли в состояние, ну, такого огня, в состояние огонь. Видите, такое состояние – хо! И все хорошо. И вот тогда, когда уже ум ясный, ясный, смотрите, а ум ясный, когда кровь разогналась, а кровь разгоняется через физические упражнения, через дыхание, через лимфатический массаж, через даже, даже вот, скажем, вот этого уже будет мало, но уже хоть что-то. То есть главное – не сидите, не закисайте в своих проблемах, потому что у вас так, так, проблема, не, так не решается, это, не, так не решается, это. И вот люди очень часто годами жвачку жуют, вот как этот мужчина. Так, через полгода перевезу семью. Ну, перевезу ж. И вот я его спросила, а как давно вы, полгода? Он говорит, да вот с Нового года, думаю, вот думаю, к лету перевезти, сейчас не получается, наверное, перевезу уже к новому, к следующему Новому году. И очень часто мы перекладываем свою жизнь на потом. Вот потом я решу, потом, потом. Итак, первое – это состояние ресурса. Второе – когда мы уже в состоянии ресурса, когда у нас уже ясная голова, вот тогда мы берем обязательно лист бумаги, ручку, и выписываем, какие у меня проблемы на сегодняшний день есть. Прямо пишу, моя проблема заключается в том, что, там, например, у меня есть там боль в теле, там, и так далее. То есть мы выписываем все свои проблемы. Потом, напротив каждой проблемы мы ставим цель. То есть если моя проблема заключается, я в каждом видео об этом говорю, моя проблема заключается в том, что я не знаю, как перевести семью в Киев, например, на основе этого мужчины, то моя цель – я хочу, вот в цели всегда есть слово, я хочу, там, перевести свою семью в Киев, там, к первому января 22-го года. То есть вот уже оформилась цель, и оформилось число и дата, когда вы хотите это делать. Так вот, сознательный запрос, он будет уже без «хочу», я перевел семью в Киев, я перевел, но уже без даты. Например, если этот человек говорит, я хочу там перевести к Новому году 22-го года, то здесь без даты. Я перевез семью, семья со мной. Вот сознательный запрос формировался. И дальше, что мы делаем? Мы задаем себе вопрос, что меня смущает в этом образе? Что меня смущает в образе, что вот я перевез семью в Киев? И сразу же, боже, за этим же последуют проблемы, устроить младшего в садик, старшую в школу, договориться, хозяйка не знает, что дята снимал на одного, а сейчас целый гаммус приедет. Мы выписываем следующий ряд проблем, которые вытекают из решения этих задач. Теперь эти же проблемы превращаем в цель, эти же цели превращаем в сознательный запрос, и снова делаем цепочечку взаимодействия. И когда мы раскладываем большую задачу на мелкие задачи, мы начинаем понимать, что на самом деле это не так уж и сложно. Оказывается, Вселенная уже все усмотрела. Оказывается, там, где он снимает квартиру, во дворе даже есть детский садик. То есть, то, что он больше всего боялся, это что детям придется в детский садик, в школу. Оказалось, что это тоже решаемая задача, потому что, оказывается, его старшая девочка идет в первый класс, и, по сути, она начнет уже школу здесь. То есть, что он боялся там, хозяйка не разрешит, чтобы семья жила. Хорошо, как мы можем эту задачу решить? Мы эту задачу можем решить тем, чтобы поговорить с хозяйкой, проговорить с ней эти варианты. Если она отказывает, соответственно, снимаем такую же равноценную квартиру, но уже снимаем ее, как семейный человек. Если ты снимал один, то теперь ты будешь снимать, или не как, они снимают сейчас эту квартиру на двоих там, ну, с парнем двухкомнатную, вот, и этот парень тоже там решает вопрос уехать, и он говорит, что все равно одна комната освобождается. То есть, по сути, вот уже готово. То есть, и мы видим решение, 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 они вылетают, 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 и в итоге основной сознательный запрос «Моя семья переезжает», мы видим, что уже 1 августа, уже через 2 недели, он способен перевести семью в Киев. В крайнем случае, если там, например, хозяйка будет отрицать, там что-то не получится, к 1 сентябрю, там, до 30 августа, предположим, да, оставим цель, что семья переезжает, потому что с 1 сентября старшая идет в школу, соответственно, она должна уже быть здесь. И вот план есть, все ясно, теперь мы начинаем действовать. Очень часто, у очень многих людей на слово «действие» есть отрицательное состояние. Я готов философствовать, но действовать не готов. Вот здесь мы тоже прорабатываем этот образ «я действую». Я действую. Какая энергетика идет от этого слова? Потому что действия идут из веры, веры, что у меня все получится. Да, мне немножко страшно, может быть, но здесь как раз помогает ресурсное состояние. Например, я когда иду в лес и активно двигаюсь, в этот момент, например, я провозглашаю в свою жизнь, с каждым днем остаюсь все увереннее, увереннее, увереннее. Это тоже может быть как сознательный запрос, это тоже может быть как утверждение, которое падает в наше подсознание и опускается монеткой. Думаю, что это видео было для вас полезным. Обязательно лайкните, напишите в комментах хоть плюсик для того, чтобы наше сообщество возрастало. И как всегда, подписывайтесь, потому что когда нас будет еще человек, те, кто следят за мной, вы знаете о том, что мой канал предыдущий забанил YouTube, поэтому я начинаю, по сути, все с нуля. И, знаете-ка, с нуля всегда неприятно начинать, но такова реальность. Вот, называется, делаем свои выводы. Вот, и будем делать прямые эфиры, когда нас соберется тысяча человек, подписчиков. До встречи.